Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о том, как работать в WordPress с изображениями. Тема на первый взгляд очень простая, но и тут, поверьте, много тонкостей. Я расскажу о самом простом и самом насущном. Все изображения, которые вы когда-либо добавляли на сайт, находятся у вас здесь, в медиафайлах. На самом деле тут находятся вообще все медиафайлы, то есть все, что не текст, но чаще всего содержимое закладки медиафайлы ограничивается изображениями. На всякий случай тут предусмотрена возможность сортировать содержимое по разным типам. У меня иных типов тут нет, только изображения. Любое изображение вы можете открыть. Тут можно заполнить атрибуты, по меньшей мере альт. Бытует мнение, что это важно с точки зрения SEO, у этого мнения есть сторонники и противники. В любом случае альт важен на сайтах, адаптированных для слабовидящих. А по-хорошему любой сайт надо адаптировать для людей с ограниченными возможностями. Тут же есть полезная штука – ссылка на файл. Если вы сохраните сейчас изображение, он его сохранит в разрешении 1024 на 512. А на самом деле исходное разрешение 1600 на 800. Где взять исходный файл, если он вам понадобится? Вот здесь, по ссылке. Копируете URL, вставляете в браузер, переходите, сохраняете изображение и получаете исходник 1600 на 800. Как добавить изображение в медиафайлы? Вот так, путем перетаскивания. Хотя можно воспользоваться и кнопкой добавить новое. Причем ему не важно, что такое изображение уже есть, он с удовольствием добавит копию. Если изображение больше вам не понадобится, его можно удалить. Но на самом деле в саму закладку медиафайлы люди заглядывают редко. Изображения нужны при добавлении статей и страниц, и собственно при добавлении статей и страниц с ними чаще всего и работают. У каждой записи есть изображение. Ну должно быть. Бывают правда темы, в которых предусмотрены записи без изображений, ну дизайн заточен только под текст, но чаще всего все-таки все темы предполагают какое-то превью. При добавлении записей вы добавляете изображение вот здесь, установить изображение записи. Либо выбираете из загруженных ранее, либо говорите загрузить файл, и просто перетаскиваете из проводника. Также можно заменить изображение в уже добавленных записях. Вот изображение записи. Сейчас оно у нас такое. А мы возьмем, например, вот такое. Все, поменялось. Ну и также можно добавить сюда новое. Вот такую получаем историю. Изображение у нас есть и в статье, и на странице блога. И тут возникает следующий вопрос. А какого размера изображения нужно добавлять? Какое должно быть соотношение сторон? Вот, например, фото в соотношении примерно, ну на глаз, 16 на 9 смотрится тут хорошо. А что будет, если добавить такое? Явно непропорционально вытянутая по ширине. В данном случае он его обрежет, то есть отрежет все, что не влезает, оставив центральную часть. Это может привести к непоправимым последствиям для композиции кадра, особенно если центр композиции у вас в каком-нибудь правом верхнем углу. Можно попробовать отредактировать его здесь, применив обрезку, но я даже не буду рассказывать, что здесь и как, потому что этим, по-моему, никто никогда не пользуется. А пользуются все достаточно простым способом, а именно загружают фотографии, изначально подогнанные по размеру. Выстроить композицию под нужный размер в Photoshop, согласитесь, гораздо проще, чем колупаться в WordPress. Хотя может быть с этим я и ошибаюсь. В любом случае возникает следующий вопрос, точнее мы к нему возвращаемся, а какого размера должны выйти изображение. На самом деле размер тут не так важен. WordPress сам будет увеличивать и уменьшать изображение, подгоняя его под заданное шаблоном, то есть темой. Главное, чтобы фото было не меньше, чем картинка в статье, поскольку если она маленькая, а WordPress ее растянет, качество сильно ухудшится. Так что размер тут не так важен, как важно соотношение сторон. А соотношение сторон, как я уже сказал, задается разработчиками темы. И если вы его не знаете, можно всегда определить его экспериментальным путем. Я, например, воспользуюсь для этого сервисом для получения снимков экрана lightshot. Но можно и просто загнать изображение в фотошоп и посмотреть соотношение в пикселях по широкой и узкой стороне. Вот тут у нас 912 на 591. Цифры некрасивые и составив простую пропорцию я получил соотношение 1000 на 648. Сделав превью в фотошоп в этом соотношении, я получил изображение, которое нигде не обрезается, и я могу быть уверен, что то, что я добавляю в качестве превью, именно так и будет выглядеть на сайте. Вот так было, когда WordPress обрезал фото, и вот так стало, когда я залил в него превью, правильно обрезанное заранее. Теперь, что касается изображений в статье. Их размеры вы можете менять в самом Гутенберге. Делать его шире статьи бессмысленно. Он все равно подгонит его под ширину статьи, если в шаблоне не предусмотрено иное. Но это опять же на уровне разработки, а этого мы не касаемся. А вот если сделать его меньше, то и в статье она уменьшится. Причем положение его не будет совпадать с положением Гутенберге. Определяется это вот здесь, выравниванием. В данном случае мы выровняли его по центру. Кроме того, мы можем изменить отображение на, скажем, галерею, добавив несколько изображений. Или на медиа и текст. Весьма удобная функция добавляет текст справа или слева от изображения. Так справа и так слева соответственно. Ну и последнее, как собственно добавлять изображение в статьи. Очень просто. Например, перетаскивай с проводника. Вот эта синяя полоска говорит о том, куда изображение добавится. Добавится оно при этом и в медиафайлы. А если вы хотите вставить изображение, которое уже есть в медиафайлах, вам нужно выбрать место в статье и нажать на плюсик, то есть вставить новый блок. Вид блока изображения, библиотека файлов и выбираем вот такой. На этом с изображениями все. Ну то есть конечно же не все, но все основное, что вам нужно знать, чтобы красиво оформить статью.